Дискуссии начала 60-х годов о путях развития советской экономики. Третье. Экономическая реформа 65-го года. Реформа в кавычках. И мы пишем в скобках. Почему реформа в кавычках? Речь шла всего лишь о некоторых мерах по децентрализации, по образцу некоторых восточноевропейских стран 50-х годов. То есть у нас сделали то, что в восточноевропейских странах сделано было в 50-е годы. Восточноевропейские страны это какие страны? Это что у нас восточная Европа страны? Это какие? Польша. Ну тогда она называлась Чехословакия. Дальше? Венгрия. Ну Югославия это все-таки уже Южная Европа, но она такая специфическая была страна, считалась такой полукапиталистической. Так, еще? Румыния, Болгария, ГДР. Значит, здесь А. Сентябрьский пленум 65-го года, административная рецентрализация, в скобочках, отмена совнархозов. Помните, в 57-58-м годах Хрущев провел реформу совнархозов. Вот это было отменено в 65-м году. Отмена совнархозов. Скепсис высшего советского руководства, скепсис высшего советского руководства, в скобочках, Брежнев-Подгорный, по отношению к реформе Косыгина-Либермана. Либерман это был такой экономист, который в конце 50-х, в начале 60-х годов, вот, так сказать, писал о необходимости такой реформы, которая была потом в урезанном виде реализована Косыгином. Поэтому на Западе эту реформу называют либерманизацией. У нас ее называют реформой Косыгина, иногда Косыгина-Либермана. Вот я ее часто называю реформой Косыгина-Либермана. А на Западе просто называют либерманизацией. Потому что основные идеи сформулировал экономист по фамилии Либерман. Значит, Б. Намеченные мероприятия. Значит, здесь у нас вот через черточку идут. Сокращение числа в общающих плановых показателей с 30 до 9. То есть, раньше в плане было 30 показателей, которые предприятие должно было обязательно выполнить. Вот эти 30 показателей сократили до 9. За счет устранения. И вот здесь очень важный момент. Вот здесь засада, выражаясь современным языком. За счет устранения таких качественных показателей, как уровень производительности труда, себестоимость продукции, численность занятых и средняя зарплата. Вот эти 4 показателя были очень важны в сталинско-хрущевское время. При Хрущеве они уже начали исчезать. Себестоимость, например. Именно вот эти показатели вытащили советскую экономику с 39 по 55 год. Вот по реформе Косыгина и Либермана они вообще убирались. Вместо этого, что вместо этого? Прибыль и рентабельность продукции. Запишите это обязательно, потому что по поводу этой реформы очень много путаницы. Я вам объясню сейчас, какая путаница, чтобы здесь не попадаться на всякие глупости. А буквально недавно, неделю назад по телевизору была дискуссия, и люди обсуждали Косыгинскую реформу. Непонятно вообще, о чем они говорили, потому что обе стороны не представляли себе, что такое Косыгинская реформа. Они использовали просто расхожие штампы. Вместо этого, прибыль и рентабельность продукции по отношению к стоимости основных оборотных фондов. По отношению к стоимости основных оборотных фондов. Следующая черта – повышение роли коллективных форм материального стимулирования. Следующая, и вот это была бомба под социалистическую экономику. Принятие уровня прибыли и рентабельности в качестве первостепенных при оценке деятельности предприятий. Противоречие между принципиальным отличием советской прибыли и рентабельности. Сейчас мы запишем, и я объясню, что имеется в виду. Это не хитрая вещь. Противоречие между принципиальным отличием советской прибыли и рентабельности от капиталистической и восприятием их советскими экономистами-рыночниками и советским руководством как рыночно-капиталистических. Фактор, подрывавший и реформу, реформу я напоминаю, в кавычках пишем, и творческое развитие анализа социализма советской экономической наукой. Вот теперь смотрите, очень важный момент, который нужно понять. Решили ввести показатели при уровне прибыли и рентабельности. Советская прибыль и советская рентабельность принципиально отличаются от капиталистических. И их нельзя даже сравнивать. Но в глазах советских экономистов, которые стояли на позициях рынка, рыночников, они отождествляли советскую прибыль и советскую рентабельность с капиталистической. И они полагали, что нужно просто внедрить в советскую социалистическую экономику некоторые, некоторые всего лишь рыночно-капиталистические принципы, и все заработает. При этом, повторяю, сами эти принципы рентабельности и прибыльности, они не были капиталистическими. Они в социализме по-другому функционируют. Но большая часть наших рыночников решила, что раз слово «рынок» произнесли, раз произнесли слово «прибыль» и «рентабельность», значит, это капитализм. И это развернуло нашу экономическую науку. Вместо того, чтобы анализировать особенности социалистической экономики на языке этой самой экономики, они стали использовать категории политэкономии и капитализма для анализа социалистической экономики. И произошел очень мощный перекос. То есть была принята терминология, которая неадекватна совершенно. И отсюда пошла масса ошибочных решений, в конечном счете, которая привела в 80-е годы, а давайте больше рынка, больше социализма. А потом оказалось, что рынок и социализм несовместимы. То есть происходила очень хитрая подмена понятий. Причем сначала она происходила по неграмотности, а потом делалась совершенно сознательно. Значит, поняли, да, главную вещь? Внедрение принципов рентабельности и прибыли произошло таким образом, что то, что не имеет отношения к рыночно-капиталистической экономике, стало трактоваться как рыночно-капиталистические вещи. И это сместило фокус исследования. То есть люди совершили методологическую ошибку, и дальше на нее стали наслаиваться другие ошибки. Следующая черточка и следующая вещь. Установление объема реализованной продукции в качестве основного показателя производства вместо валовой продукции. То есть если до реформы Косыгина-Либермана главное было, вот вал, чем больше сделали, тем лучше, то потом стало, вот сделали это хорошо, а сколько вы реализовали? А дело в том, что продукция очень часто была не очень высокого качества. И это сразу же создало проблемы. Следующее. Повышение роли хоздоговоров во взаимоотношениях предприятий. Во взаимоотношениях предприятий. То есть предполагалось предприятиям подписывать между собой договора и выполняют их. Но дело в том, что в социалистической экономике, где очень часто, там, скажем, условно говоря, шины делают в Ереване, а, скажем, ну, это самое колесо, само колесо там в Воронеже, вот в Ереване стал завод каким-то причинам, ну и все. И принцип домино сработал, и хоздоговор нарушается. То есть вот это было не продумано. Ну и, наконец, последнее. Здесь постепенный переход от формального хозрасчета к полному. В. Перевод с января 1966 года на новые условия хозяйствования 43 предприятий 17 отраслей. К концу 70-го года на новую систему перешла 41 тысяча предприятий из 49 тысяч имеющихся. Акцент на повышение качества.